Вот уже 20 лет в Московской области проходит выставка племенных животных «Звезды Подмосковья». Почти все эти годы она традиционно организовывалась в Раменском районе. Но в этом году Министерство сельского хозяйства региона решило сменить место дислокации и сделать праздник красоты молочного животноводства на территории нашего Ленинского района в Национальном конно-спортивном парке «Русь». Замечательная база для проведения любых мероприятий, для размещения любых гостей, в том числе высоких. И мы действительно этим гордимся. Московская область всегда была и остается ведущим регионом по развитию в нем племенного хозяйства. Молочное животноводство – одно из приоритетных направлений в Подмосковье. К 2020 году стоит задача достичь производства миллиона тонн молока в год. Племенная работа и селекция, конечно же, является очень важным составляющим элементом вообще в принципе в молочном животноводстве. Поэтому сегодня мы выберем лучшую корову. В жюри участвуют у нас иностранцы, в жюри есть немцы, которые из года в год приезжают. И это позволяет, чтобы выбор был действительно справедливым. Звезды Подмосковья – можно сказать конкурс красоты для молочного животноводства. Самые ухоженные, самые красивые. Коровы представлены на выставке, словно с обложки глянцевого журнала о племенном хозяйстве. К жюри они выходили группами. В каждой группе была выбрана победительница, чтобы потом принять участие в финале. Одной из финалисток стала корова из Домодедова. Корова с интересным именем «Тоска» из соседнего округа Домодедовский сегодня принесла большую радость своим хозяевам, заняв первое место. Какой главный секрет вот таких коров, которые приносят невероятное молоко? Желаемые, чтобы они были желаемые. Тогда будет и красивые, больше внимания. То есть и их любить. Сколько сил и внимания сейчас требует производство молока, знает и Валентина Кирике, главный зоотехник сельскохозяйственного производственного кооператива «Память Ильича», который находится в Зарайском районе. Уже 13 лет она работает на ферме и за добросовестный труд получила на выставке награду из рук министра. Сейчас очень большие требования к молоку. Очень большие требования, потому что нас вообще проверяют, чтобы никаких антибиотиков, никаких этих. Все-все-все везде проверяют молоко. И мы стараемся, мы как бы трудимся, чтобы люди, ну народ наш питался только доброкачественными продуктами. Но задача выставки не только выбрать лучшие хозяйства. Здесь у фермеров появляется возможность обмениваться опытом, налаживать взаимодействия, что напрямую влияет на развитие племенной работы как в подмосковном регионе, так и во всей отрасли молочного животноводства России. Юлия Погосьян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Ну аналогичный – Юлия Погосьян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова